Утренняя молитва, 24 июля 2018 года, прямая трансляция на ютубе. Аллилуйя! Слава Иисусу Христу! Слава на веки Богу Святому! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Приветствую всех вас, именем Господнем, именем Иисуса Христа, всех братьев, сестер, всех, кто подключается, подключался. Вот, и потом записи буду смотреть. Сегодня утренняя молитва в нашей здесь Киевской архиепископии. Утренняя молитва, и я буду читать из Слова Божьего, из послания к Иеремии, 15 глава, с 19 по 21 стихи. И вот эти слова как раз я обозначил как тюгеров и вообще как бы направляющие сегодняшней этой утренней молитвы. Вот, и прошу Божьего благословения сейчас, прошу Господа о благословении на эту молитву сейчас, на эту трансляцию, чтобы было и без перерывов этих. Но у меня есть запись еще, видео, слава Богу, вот за видеокамеру, вот, и выставляю потом видеозаписи. Вот, но надеюсь, трансляция будет без перебоев таких. Господи, спасибо Тебе за все. Благослови это утро Божьим. Благослови нас этим утром, наш добрый, благой Отец. Спасибо Тебе за все. Благослови Господь сейчас подключающихся. Благослови Господь, всемогущий Отец, те, кто и в записи потом будет смотреть эту утреннюю молитву, и присоединяться к нам к этой молитве, Боже, после того, во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, Господь, за все. Боже всемогущий. Аллилуйя. Аллилуйя. И вот читаю из Божьего Слова, сегодня я, с 15 главы, 15 глава пророка Иеремия, Иеремияу, да? Книга пророка Иеремияу. Пророка Иеремия, он говорит здесь так, я вот здесь выделил себе текст из Писания, да, вот он у меня как раз передо мной сейчас. Иеремия, 15 глава, с 19 по 21 стихи. О, Господи, благослови Боже, и молитву, и чтение этого Слова Божьего Твоего. Так сказал Господь. То есть вот эти слова Господа. Так сказал Господь. На сие так сказал Господь. Там предисловие, оно потрясающее, конечно, когда в контексте читаем, вот, о тех и бедах, и ужасах, которые постигает народ Божий. И вот после 9 ава, как раз, вот, когда, календарная такая дата, когда верующие и евреи, и неевреи, все доверяющие Библии, верующие, все, кто чтит именно Библию как Божье Слово, конечно, эту дату 9 ава не могут пройти так равнодушно, знаете ли, потому что, действительно, мы вспоминаем те ужасы и разрушение первого храма, и разрушение второго храма, вот эти две главных беды наших, и, в общем-то, и все другие напасти, беды, которые обрушивались и обрушиваются на народ Божий Израиля, на еврейский наш Божий народ. Но, знаете, есть у нас повод не только для горести и печали, но у нас есть повод для радости и утешения. Знаете ли, даже в самые трудные, самые темные, темные моменты жизни есть светлое, есть даже в самые темные испытания, в самые страшные дни испытаний, и каждого верующего в отдельности, и целых общин, церквей, конгрегаций, динаминаций, конфессий, и целых народов, народа израильского, да, мы говорим из Библии, видим эти примеры, и церкви Божьей, церкви Новозаветной, вот двухтысячелетний наш опыт исторический, я как православный священнослужитель об этом много говорю, вот, я говорю и об истории Израиля, и об истории православия, и не только православия, как одной из ветвей христианства, но и вообще обо всем христианстве, очень часто акцентирую внимание именно на истории всей истории мирового христианства, как действительно для нас великая наука в том, что на основании Библии, когда мы через Библию, через Слово Божье, мы пересматриваем все это, то мы видим и свою жизнь, и все, то мы видим исцеляющую руку Бога, мы видим действительно, что Он ведет нас, Он защищает нас, благоставляет, и Он так говорит, так сказал Господь, «Если ты обратишься, то Я восстановлю тебя». Интересно, даже перед тем ведь Господь такие страшные вещи говорил об Израиле, к сожалению, увы, отступили, народ Божий мы отступили, отступили от Слова Божьего, и многие проблемы пришли, вышли из-под, я вот семинар проводил, да, кто видел, уже кто подключался, или в записи потом посмотрел, «Межтеснин» называется, но само это название, оно как бы не оригинально, это название, оно на слуху у всех евреев, да и у многих неевреев сегодня это на слуху, на наименование Бейнхаме Царим, «Межтеснины» или «Межграниц» или «В приграничной зоне», как бы, значит, или «Попытка выйти за границу», вот, значит, «Межтеснин», когда сдавило все, значит, «В тесноте», будем так, можно так еще перевести, «В тесноте», вот эти дни, обычно, вот, прошедшие уже дни, слава Богу, значит, мы, да, каждый год об этом вспоминаем, с 17-го Томуза до 9-го Ава, вот эти дни мы вспоминаем очень тяжелые дни в нашей истории, библейской истории, очень тяжелые дни, и разрушение храмов, особенно разрушение первого храма, оно очень подробно описано, как раз у пророков подробно описано, предыстория, драма народа Божьего, эта драма Библии очень подробно описана, и поэтому любой еврей, нееврей, неважно, какой национальности, культуры, религии, традиции, если человек обращается к Библии, как именно к Божьему Слову, и внимательно изучает его, конечно, его сердце просто переворачивается, он не может читать равнодушно, и он не может читать тогда библейские эти повествования, как о неких людях, которые когда-то были, и которые к нему никакого отношения не имеют, нет, это наша история, наша общая история, библейская эта история, вот, и страшные были слова, сказаны Господом, вот, о наказании Иерусалима, Израиля, но здесь говорится, с 19 стиха, значит, если ты обратишься, 15 Еремии, глава 19 стиха, если ты обратишься, то я восставлю, восставлю, восставлю тебя, синодальный перевод, он такой, знаете ли, я сейчас открыл синодальный перевод, такой традиционный, и там многие слова, которые, значит, сейчас мало употребляются, восставлю, может так сказать, тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, лучше, наверное, сказать восстановлю, чтобы было понятнее, если ты обратишься, то я восстановлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим, и если извлечешь драгоценное изничтожного, то будешь как мои уста, драгоценное изничтожного, знаете ли, даже на уровне индивидуальном, не только народном, не только на уровне, вот, значит, церковном, там, религиозном, нет, на уровне индивидуальном, драгоценность ничтожного, здесь в контексте имеется в виду, действительно, в первую очередь, конечно, это многограммное слово Божье, и можно по-всякому объяснять это, но в контексте имеется в виду, что даже из своего негативного опыта, да, из своих ошибок ты сделаешь для себя урок, вот, как, допустим, и вот эти события межтеснин, эти дни, значит, с 17-го тому за до 9-го ава, значит, когда я проводил семинар тоже, межтеснин так назвал, то тоже я как раз и говорил, акцентируем на это внимание тоже слушателей, что действительно это очень важно, извлекать уроки из этого прошлого, пересматривая все в свете Слова Божьего, извлекать уроки для сегодняшнего дня, чтобы сегодня не грешить нам, чтобы сегодня нам не совершать ошибок, какие прежде совершали мы, и чтобы дальше идти вперед, вот, и даже апостол Павел писал Коринфянам, чтобы те, уверовавшие из язычников, чтобы, не дай Бог, они не подумали, что то, что написано в Библии о народе еврейском, это к нам отношение мало имеет какое-то, чтобы так они не думали, не грешили таким образом, Бог написал Коринфянам через помазанника своего, апостола Павла, потому что это Боговдохновенное писание, он написал, чтобы то, что написано там об исходе, о выходе из рабства, все это написано нам, достигшим последних веков, в наставлении всем нам, евреям, неевреям, нет разницы, во Христе Иисусе, всем, всем, всем нам. О, Господи, слава Тебе, слава, слава, слава Тебе. И вот, если измечешь драгоценность ничтожного, даже самое ничтожное в нашей жизни, в каждом из нас есть, в наших судьбах есть нечто ничтожное совершенно, но мы нечто драгоценное извлекаем из этого, урок извлекаем, учимся, чтобы не грешить, чтобы не ошибаться дальше в жизни, то будешь как мои уста, они сами будут обращаться к Тебе, а не Ты будешь обращаться к ним, и сделаю Тебя для этого народа, то есть, ну, там имеется как раз сам пророк, это Иеремия, Иеремия, вот к нему непосредственно, конечно, в первую очередь, и сделаю Тебя для этого народа крепкую, медную стеною, тогда не только, если будем вникать в себя и в учения, и заниматься с ним постоянно, не только себя спасем, но и слушающих нас, и вот Иеремия вот испытал в своей жизни, да, значит, то тогда, значит, медную стеною, Бог, это невероятно, ну, в те времена, далекие времена, это была очень прочная защита, они будут ратовать против Тебя, но не одолеют Тебя, ибо Я с Тобою со всех сторон, и с одной, и с другой стороны, потому что, как вот и Моисей испытал нечто подобное, он был в проломе за Израиля, за народ Божий, вот, но камни летели не только от врагов, знаете ли, не только от врага, но и от своих в спину, вот это самое было, вот, и Иеремия, он, обетование не одолеет его ничто, но не одолеют Тебя, ибо Я с Тобою, чтобы спасать и избавлять Тебя, говорит Господь, и спасу Тебя от руки злых, и избавлю Тебя от руки притеснителей, слава Тебе, Господь! И вот это обетование, если Ты обратишься, то Я оставлю Тебя, вот, я хочу внимание акцентировать, знаете, на чем, что, действительно, Господь говорит об обращении обращение, в еврейском языке это слово тшува, в еврейском языке слово тшува именно, обращение, обращение, если вот это обращение в нашей жизни, то Бог, Он говорит, я защищу и благоставлю, и спасу Тебя от руки злых, и избавлю Тебя от руки притеснителей, спасибо Тебе, Господь, за все! Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресно, во веки веков, аминь! Благословен Бог наш, Аллилуйя! Благословен Бог наш, Царь наш Великий! Бог Всемогущий, благословен Ты! Благословен, благословен Господь! Благословен Ты, Бог Всемогущий, Благословен Ты, Ава, Отче, всесильный Бог наш, Аллилуйя. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, хвала Тебе, хвала Тебе. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, люблю Тебя, хвала Тебе, благословен Ты Бог. Благословен, благословен, благословен Ты Бог наш. О, Аллилуйя! Время пения настало, голубица чистая. Вот Он идет, Господь грядет, мой возлюбленный идет. Вот Он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Ведь Его подобен кедру на подножьях золотых. Вот Он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот Он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид Его подобен кедру на подножьях золотых. Вот Он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Вот Он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Аллилуйя, Аллилуйя. Святый Боже, Святый, Крепкий Святый, Бессмертный, Хвала Тебе. Отец наш, Бог и Царь, Сущий на небесах. Авинум Алкейнум Шеба Шамаин, Отец наш, Ава, Отче, Папа, Сущий, Бог на небесах. Мой Папа, Бог на небесах, Святится имя век Твоем. Аллилуйя, Аллилуйя. О славно славных небесах, Святится имя Твоем. Иегова, Бог Авраам, Ты, Иегова, Бог Авраама, Господь всесильный, Господь могучий. Аллилуйя, Ты, Иегова, Господь всесильный, Ты, Иегова, Бог великий. Пой, Аллилуйя, Пою Тебе, Аллилуйя. Отец наш, Ава, Отче, Сущий на небесах, Да святится имя Твое, Да придет Царствие Твое, Да будет воля Твоя, И на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава вовеки. Аминь. Аллилуйя. Пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца, общение Святаго Духа пребывает со всеми нами непрестанно, всегда-всегда. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. И сегодня хочу проломить хлеб. Я сегодня на хлебе в воде. Сегодня у меня нет виноградного сока, но у меня есть вода, просто вода. Обычная кипяченая вода с чайником. И хлеб. Нет никакого другого хлеба, просто ржаной хлеб. Украинский хлеб. Очень, кстати, вкусный. Здесь купил. И просто вода. Хлеб и вода. Тело и кровь Иисуса Христа Господа моего. Знаете, вещество тела и крови Христа – это наше размышление, в первую очередь, о Его Таинстве Великом. И сегодня я благодарю Бога Всемогущего за Его чудо, за то, что действительно благодатью мы спасены. Благодатью я спасен через веру, и это не от меня, это Божий дар. Благодатью мы спасены, и это не от нас, это Божий дар всем нам, во Христе Иисусе, Господе нашим. Он новый Адам. Спасибо тебе, Господь. Спасибо за жизнь. Спасибо, драгоценный Господь. И я причастие, когда совершаю Евхаристию. Каждодневно это размышление о теле и крови Иисуса Христа. Каждодневно преломляйте хлеб, дамы и господа, братья и сестры. И даже если нет ни сока, ни вина, возьмите просто воды. Если нет хлеба, ни мацы, ничего нету, то возьмите просто, что есть, сухарики возьмите. Мы однажды совершали с детьми причастие, там просто молоко было у нас и пряники, все, больше ничего не было вообще. И мы совершали причастие таким образом, и это было причастие. Одно из самых удивительных переживаний в моем христианстве вообще. Вот, уже больше 30-ти лет несу служение православного церковного служителя. Но здесь, конечно, удивительная вещь. Причастие совершается, Алекс пишет, hello, благоставление вам тоже, аллилуйя. Причастие совершается не просто устами нашими, да, и желудками. То, что входит в нас, оно не может нас ни осквернить, ни тем более осветить. Вот, а причастие совершается здесь и здесь. Причастие — это наша сопричастность к Христу, это жить одной жизнью. В нашем теле одна его кровь святая. И наше тело — это часть его тела, вселенского тела, церкви, тело Нового Завета, храма, третьего храма. Первый храм и второй храм, они были из камней, да, величественное сооружение. Но однажды они были разрушены, вот мы вспоминали эти дни. И разрушение первого, трагедию, и трагедию разрушения второго храма мы вспоминали эти дни. Но, знаете, благодарение Богу, утешение великое наше есть и в этом месяце, и вообще во все дни нашей жизни в том, что мы живем в эпоху третьего храма и лицезреем в величественный храм Божий, третий храм. Шаббат Хазон, есть такое, вот я даже запись сделал, суббота накануне 9-го ава, она по традиции называется Шаббат Хазон, то есть, значит, как раз лицезрение. В древности еще было понимание у людей, многих евреев и мудрецов еврейских, что лицезрение, утешение великое через лицезрение этого третьего храма. Вот, и я скажу, сегодня великое утешение для нас, для всех есть через лицезрение третьего храма. А лицезрение каким образом? Размышление наше, в первую очередь, размышление по Слову Божьему, размышление об этом храме, что мы, как живые камни, являемся частью этой стройки тысячелетий. Основанием этого храма является сам Иисус Христос, и куполом этого храма сам Иисус Христос. И весь этот храм, третий, этот храм святой в Господе, также это скини Давидова падшие восстановленные, это действительно тело Машиаха, это тело Иисуса Христа, это храм Бога Живаго, это столб и утверждение истины. Аллилуйя, 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 спасибо Тебе, Господь, Боже всемогущий, Твоя от Твоих, Тебе приносящий, о всех и за вся. Да, Тебя поем, Господь, Тебя воспеваем, Господи Божий наш, молимся Тебе, Божий наш. Благослови нас, Господь Божий всех, да, аминь. И подлежащий дары сии. Боже, Царю Небесный, Утешителю, Дух истины, Ты, Который везде присутствуешь и все собой наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, и очистил нас от всякой скверны, и Ты спас благой души наши. И благослови, Господь, хлеб сей честным телом Христа Твоего, аминь. А то, что в чаши сей, честной кровью Христа Твоего, аминь. Приложив это Духом Твоим Святым, аминь, аминь. О, помяни, Господи Божий наш, сегодня всех нас в Царстве Своем. О, спасибо, Господь. Благослови Царковь Твою Святую. Благослови Царковь Единую Святую Соборную Апостольскую по всему лицу земли, распростертую. Всех святых благослови сегодня в этом блаженном преломлении хлеба. Аллилуйя. Боже. О, это преломление хлеба мы совершаем новым вином в Царстве Твоем. Да, Господь. Спасибо Тебе, Господь. А хлеб жизни – это Ты сам, Господь. Аминь. Тело Христово приимите, источника бессмертного вкусите. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь. И спасу тебя от руки злых, и избавлю тебя от руки притеснителей. Книга пророка Иеремии, Иеремияу, 15 глава. Я читал сегодня с 19 по 21 стихи, и сейчас завершаю вот эти 20-21 стихи. Пусть Господь благословит сегодня всех нас в этот утренний час. Аллилуйя. Причастников, причастниц поздравляю с причащением святых христовых тайн, тела крови христовых. Благоставляю всех вас, дорогие друзья. Сегодня, да, спасибо всем огромное за ваши молитвы, о моем служении, обо мне. Спасибо, я молюсь за вас, за всех. Молюсь за всех, кто принимает участие в этих эфирах, кто потом в записи смотрит эти эфиры. Молюсь за всех друзей в социальных сетях. Вот, у меня их много, тысячи здесь. Здесь, слава Богу, по милости Господней, большую часть моих друзей, вот, виртуальных, я реально знаю. Слава Богу, это великая честь для меня, слава Богу. Тех, кого не знаю еще, Бог усматривает такие встречи. То где-то в кафе, то где-то там на дороге, то где-то там на базаре. Подходил мне весь рынок, лесной рынок рядом. Значит, зашел там хлеб купить, значит, там молоко, что... Значит, и женщина идет, о, вы отец Сергий? Я говорю, ну да, значит, ты говоришь. Она говорит, о, а я у вас в друзьях, значит, там, значит, на Фейсбук, значит, там, значит, и смотрю ваши эти программы. Познакомился с женщиной, да, вот, надо же, слава Богу. Вот, и так вот, такие встречи очень частые, особенно здесь в Киеве, слава Богу. Благоставляю всех вас, дорогие друзья. Особенный у меня есть молитвенный список, это так называемый черный список. Да, вот, кто хулил Бога, там, кто, значит, разжигал рознь межнациональную, межрелигиозную, всякую рознь, там, значит, я их добавляю в черный список, он у меня уже большой довольный. Вот, и этот список мой я называю особо молитвенным списком. Я благоставляю всех друзей, но особенно молюсь о врагах своих и о врагах тех, кто, божьих врагах, кто просто в неразумии своем на Всевышнего хулу, значит, шлет, значит, и всякую ересь пишет, значит, и богохульствует. Такие тоже, к сожалению, в интернете часто вот публикуются, и, значит, молюсь об их покаянии, об их исправлении, слава Богу. Вот, а те, кто разжигает всякую рознь всевозможную, там, значит, там, и молюсь, чтобы Господь послал свой мир в их сердца. И Бог уже отвечает на эти молитвы, уже, правда, не так часто, но встречаются такие чудеса уже в моей практике тоже, когда вот я встречаю людей, или потом мне пишут, вот, значит, или бы на e-mail как-то, или бы там звонят и извиняются, говорят, да, вот было дело, там, сколько-то лет назад, вот, значит, вот я был другим человеком, теперь я верующий, вот. Вот, я думаю, слава Богу, уже несколько случаев таких есть, вот, слава Богу, так что из черного списка они идут уже просто в друзья. Слава тебе, Господь, за все, благодарю тебя, великий Боже. Сегодняшний день я собираюсь, значит, записывать видео, вот, значит, посвященные, значит, свободе от религиозного культизма, да и много есть других тем. Я, значит, свободе от религиозного культизма, я буду, значит, отдельно посвящать семинар, а сегодняшние записи, они будут в трансляции здесь, на ютубе, на этом канале, и, ну, и на камеру буду писать, конечно же. Вот, все, пусть Бог благоставит вас, уже время пришло, да, пора уже сейчас выдвигаться, сейчас на молитве на такую прогулку, значит, и благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа. Аминь. И ни в ком другом нет спасения, дамы и господа, братья и сестры, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. И благоставляю всех вас, сегодня 24 июля 2018 года, Божьей милостью из города Киева, архиепископ Сергей Журавлев, реформаторская православная церковь Христа Спасителя, мир всем вам, слава Богу. Да, друзья, и спасибо всем за молитвы, сегодня чувствую себя уже намного лучше, да вообще я уже исцелен, принимаю это, как отец Максим мне приезжал и говорил, принимайте это, я говорю, принимаю, принимаю это исцеление от Господа, которое совершилось 2000 лет назад еще. В воскресенье на служение я так и не доехал на свое служение, к сожалению, вот, уже был возле метро Лесова, но утром молился в парке тоже, даже видео записал, чувствовал себя, ну, так, ну, думаю, все-таки я, Бог усмотрит, я буду, значит, у себя на служение. Боролся с болезнью, значит, с таким болезненным состоянием, потом уже дошел до метро Лесова и понял, что все, нет, надо возвращаться, молюсь и надо возвращаться. Вернулся домой, слава Богу, что вернулся, вот, весь пропотелся, весь, значит, там, значит, там, да, такая немощь, и слава Богу, Господь исцелил, значит, и сегодня уже вот с утра чувствую себя прекрасно, могу вот молиться так вот, вот, в трансляции молиться. Вот, когда в таком плохом состоянии, то я, как бы, трансляции не включаю, просто молюсь, сам молюсь, вот, и слава Богу, спасибо всем огромное, вот, и еще есть инкубационный период, мне сказали по телефону, вот, значит, как раз Елена, сестра, проконсультировала меня, вот, значит, там, порядка, ну, трех дней, даже больше, вот, до пяти дней, вот, так что, значит, ну, к воскресенью я, даст Бог, буду уже у себя в церкви, так что. Даст Бог воскресенье, как вот, иншаллах, по-татарски говорят, да, значит, Яков апостол пишет, если Богу будет угодно, будем живы-здоровы, то сделаем то-то и то-то, вот, я теперь уже помудрил немного, и говорю, Господь, спасибо, ты учишь меня, и чтобы не особенно сильно надеяться на себя, на здоровье, на что-то еще. Видимо, когда старше становишься, то эти вещи больше понимаешь, я так понимаю, доходят лучше, вот, и своя прелесть есть, своя изюминка есть и в зрелом возрасте, потому что уже, как бы, многие вещи, юноши, многие вещи не понимаешь, когда ты силен, когда ты, все, тебе кажется, все по плечу, значит, да, значит, здесь море по колено, горы по плечу, здесь на самом деле уже понимаешь, что без Бога не до порога. Поэтому Яков правильно писал, вот я тоже повторяю сегодня его слова с удовольствием, с превеликим удовольствием уже повторяю эти слова, раньше повторял, но как-то без особенного удовольствия, сегодня с превеликим удовольствием повторяю его слова, если Богу будет угодно и будем живы-здоровы, то сделаем то-то, и вот я, если буду жив-здоров, Богу будет угодно, буду у себя на служении в воскресенье с 9 утра, станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. Вот, спасибо нашему благочинному отцу Алексею, хотя он должен был работать в воскресенье, но поменялся сменами, вот, и смог, значит, в воскресенье быть на служении, сразу после суток, не спамши, да, значит, после дежурства, значит, он у нас работает сторожем еще, значит, и вот, и был на служении, молодец, слава Богу. Отец Максим был, вот, благодарю Бога за всех вас, дорогие друзья, благоставляю паки-паки, снова и снова всех вас, и пусть благодать Господу нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца, общение Святаго Духа пребудет со всеми нами, аминь. Шалом, мир всем, дамы и господа, братья и сестры, шалом, друзья. Аллилуйя.